Вопрос о состоянии культурного наследия Горной Ингушетии является одним из приоритетных направлений работы Народного Собрания Республики 6-го созыва. Не только потому, что эти памятники представляют собой уникальную ценность, но и потому, что у депутатов Народного Собрания возникло много вопросов по исполнению законодательства в области охраны памятников истории и культуры. Особую озабоченность вызывает состояние некоторых памятников, срочно нуждающихся в проведении соответствующих работ с целью защиты от дальнейших разрушений. И уж совсем недопустимо ситуация, когда строится, самовольно возводятся постройки вблизи объектов культурного наследия, содержание скота в башнях, прогоны скота на летнее стойбище, которое наносит огромный вред памятникам. По словам зампредседателя правительства Петимат Аушевой, для решения вопросов в сфере сохранения объектов культурного наследия правительством республики принято ряд мер, которые позволили скоординировать эту работу в правильном направлении. Основной проблемой 2015 года являлось отсутствие государственного учета башенных комплексов и других памятников Ингушетии. Так, по состоянию на март 2015 год на территории республики Ингушетия на государственной охране находилось 8 объектов культурного наследия. Для решения данной проблемы проведено ряд совещаний, образован в соответствующей комиссии по линейтаризации и учета памятников. В итоге, по состоянию на март 2018 год в Ингушетии на государственной охране находится 1786 выявленных памятников. Как отмечает заместитель руководителя территориального управления Росимущества в Ингушетии, всего было выявлено свыше 1700 памятников истории и культуры, 911 из которых оформлены. Управлением также был направлен запрос в Росреестр, чтобы совместно с ними проводить проверку по самовольным захватам жилым и нежилым постройкам рядом с объектами культурного наследия. Учитывая резонансность этих вопросов, мы предлагаем с участием и Росимущества, и заинтересованных сторон, и заповедника, я имею в виду Жарас-Касинский заповедник, и представителя парламента, именно вот эту часть итоговую, результативную, можно даже с присутствием телевидения, как-то, чтобы она до своего логического конца дошла. Я имею в виду именно снос вот этих самовольных построек, чтобы он был доведен до логического конца, если, а не затянулось еще на несколько лет. Как отмечает в своем выступлении директор Жарас-Касинского музея-заповедника, самый большой музей под открытым небом в России составляет 60 тысяч гектаров. Их деятельность направлена на сохранение, охрану и популяризацию памятников истории и культуры. Мы редко задумываемся над тем, как время влияет на нашу землю, какие коррективы вносят крематические условия, природные катаклизмы и на памятниках архитектуры. И, наконец, немаловажный человеческий фактор. Влияние этих процессов в горах намного интенсивнее, чем на равнине. Около 70% исторических поселений в горной части Ингушетии построены на горной, скальной, черной и сланцевой породе. И все из них сегодня в аварийном состоянии. А вот заместитель директора природного заповедника Эрзи отмечает, что основной их задачей является сохранить для будущих поколений эталонных участков, нетронутых природой генетического фонда животного и растительного мира. Деятельность заповедника имеет особую значимость для сохранения редких животных и растений в Ингушетии. Для выполнения своих функций по охране территории заповедника и соблюдения режима особо охраняемых природных территорий на территории Жайравского района возле башенного комплекса Таргим у нас организован постоянный стационарный наблюдательный пост. Изучив и проанализировав информацию о состоянии объектов культурного наследия, Народное собрание Ингушетии констатирует неудовлетворительную работу уполномоченных государственных органов и должностных лиц, на которых возложены обязанности исполнения законодательства в сфере сохранения памятников истории и культуры. Народные избранники утвердили рекомендации на тему о состоянии объектов культурного наследия горной Ингушетии. Правительству республики Ингушетия указать на слабый контроль правительству республики Ингушетия в сфере сохранения объектов культурного наследия. Представить до 23 апреля 2018 года предложение по ликвидации нарушений законодательства и повреждений нанесенных объектом культурного наследия в результате противозаконной хозяйственной деятельности. Памятники истории и культуры Ингушетии представляют собой уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. И наш долг сохранить то, что досталось от наших предков, подытожили народные избранники. Светлана Томова, Сурхо Кусиев, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова